По данным независимых экспертов, среди жителей отдельных регионов страны из-за загрязнения воздуха, воды и почвы наблюдается на 40% рост заболеваний, таких как аллергия, онкология и болезни легких. Очевидно, что главный источник загрязнения воздуха это промышленные предприятия. И это понятно. Энергетика Казахстана почти на 87% работает на грязном угле. А в качестве топлива используется преимущественно дешевый экибастузский уголь с зольностью до 45%. Махзум Рзагалиев сообщил, что 10 городов были отнесены к местам с высоким уровнем загрязнения воздуха. В числе грязных городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темртау, Атрау, Ахтубе, Балхаш, Уск-Кеменогорск, Жизгазган и Шымкент. Значительный объем выбросов загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область. Но, как говорят экологи, мы загрязняем не только воздух, но и землю с водой. Объемы образования твердых бытовых отходов в стране ежегодно растут. В настоящее время на полигонах уже накоплено более 120 миллионов тонн отходов. К тому же не все полигоны соответствуют экологическим и санитарным требованиям. 27 полигонов и вовсе переполнены. Минэкология намерена решить проблему путем строительства 24 новых мусорных полигонов. А в шести городах уже идет пилотный проект по сжиганию мусора и получению из него электроэнергии. Кстати, данный проект реализуется в стране впервые. Это технология, при которой сжигается мусор и производится электроэнергия, которая продается в общую электрическую сеть. Пилотные проекты, направленные на переработку твердых бытовых отходов, на первом этапе будут реализованы в шести городах. Это Ахтубе, Алматы, Атрау, Нурсултан, Тарас и Шымкент. В случае успешной реализации пилотных проектов, заводы будут построены и в других городах. Министр полагает, что благодаря этой технологии к 2025 году уровень переработки отходов будет доведен до 30%, то есть до среднеевропейского уровня. Вместе с тем высказываются опасения касательно внедрения механизма, связанных с возможным образованием выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Для улучшения экологии городов планируется перевести ТЭЦ при отоплении домов на газовое топливо. Правда ТЭЦ все равно будет сжечь грязный уголь для получения электричества. Еще есть планы перевести также транспорт на природный газ. Но захотят ли водители сушить свои двигатели ради газа неизвестно. Боуржаншай Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.